28 декабря 2012 года. Город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 19. Здесь сейчас, в эти минуты, а время в Москве 0 часов 50 минут, происходит бандитский захват здания бизнеса ненавистного власти Михаила Вестицкого. Еще раз повторяю руки, уберите руки. Вы мне мешаете. Вы мне мешаете. Вы препятствуете деятельности журналистов. Господин представитель префектуры, скажите, пожалуйста, чей приказ вы выполняете? Нет, нет, нет. Пожалуйста, покажите документы. Вас как зовут? Есть пресс-служба. Нет, нет, нет. Без пресс-службы. Вот здесь пресс-служба уже здесь. Подождите. Я вас не трогаю. Вы меня отталкиваете. Вы хамло, господин. Хамло, понимаете? Здесь происходит незаконный слом здания. Несмотря на то, что суд постановил незаконность судебных приставов, есть судебное решение позавчерашнее признать действие приставов незаконным. Несмотря на это, приехали ночью, отцепили ОМОНом. Приставов судебных нету. Судебных приставов нет. ОМОН не пускает, выдворяет собственников. Полный беспредел. Полный беспредел. Они прячут лица, не показывают ни документов, ничего. На все вопросы, что вы тут сделаете, почему вы ломаете незаконно чужую собственность, которая выдана свидетельством о регистрации государством. Им все равно. Они молчат, ничего не делают. Увидели на своем примере. Просто даже прессу выталкивают. А кто стоит за всем этим? Это префектура Юго-Западного округа. И о конкретной персоналии? Конкретной никто неизвестно. Нет никаких ни лиц, ничего. То есть вот ни у кого невозможно ничего не спросить. У нас свидетельство на собственность, судебные решения, отменяющие постановление приставов. Бесполезно. Вот вы посмотрите, вам домой также могут прийти и все ломать. Две недели назад десантникам удалось отбить рейдерский захват здания префектурой Юго-Западного административного округа. Но чиновники настолько ненавидят Вестицкого, что решились на настоящий штурм. Взятие десантной Бастилии началось около полуночи. План был разработан не хуже гитлеровской Барбароссы. С отмороженным ОМОНом, больше напоминающим беспредельщиков в погонах, и тяжелой техникой. А также с бригадой заезжих гастролеров из Средней Азии. Полицаи трудятся за квартиры, техника за предновогоднюю премию, а гастарбайтеры за обещанное российское гражданство. Как говорили в Третьем рейхе, каждому свое. Гражданин! Юльчатай, открой дверь! Смотри, что творят! Смотри, что творят! Э, охреневшие! Они сейчас прямо готовы! Вы что, охренели совсем? Снимай, 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 снимай! Снимай! Вестицкого задерживают якобы за то, что он проколол колесо эвакуатору. Не представившись, люди в погонах и касках похищают Вестицкого и увозят в неизвестном направлении. Между тем машины эвакуируют прямо с водителями. Нарушая все мыслимые правила дорожного движения. Стоящий рядом инспектор ДПС смотрит на беззаконие, как слепошарый крот. Как вы прокомментируете то, что случилось с вашей машиной и с вами? Вы сами все видели. Что тут комментировать? Полнейший беспредел властей, в первую очередь полиции, которая только способствует всем беспредельным действиям. По факту чиновники вместе с прикормленными группами полицаев и гастеров объявили гражданам самую настоящую войну. И дело тут не в Вестицком, а в прецеденте. Уж если такое происходит в Москве, то что можно творить на необъятных дремучих просторах России? А сейчас, пожалуй, разожгу. Лишь того, кто любит труд, гастарбайтером зовут. Эти господа, по всей вероятности, приехали в Россию не для того, чтобы честно зарабатывать деньги, а для того, чтобы выполнять преступные приказы и по ночам нарушать российские законы. Похоже, в России дьявол совершил апгрейд. Теперь его имя не три шестерки, а целых четыре. Пока что полицаи закрывают глаза в ответ на открытые оскорбления граждан, недовольных беспределом. Но кто гарантирует, что завтра вместо оскорблений в них не полетит горючая смесь? Налицо разжигание социальной и межэтнической розни. Это значит, что система полностью утратила инстинкт самосохранения и пошла в разнос, стравливая между собой социальные и этнические группы. Возможно, Путину выгодна гражданская война, и если Россия перестала его любить, то он действует по принципу «не доставайся же ты никому». Но чиновники всех уровней забывают о том, что с фашистами наш народ уже боролся. Стрелял, резал, вешал и жег. И весьма успешно очистил от них свою территорию. И никто не удивится, если люди захотят сделать это второй раз с уже доморощенными оккупантами. Нет, это не игра воспаленного подсознания. И это не страшный сон. Это самая настоящая реальность. Вы помните, Владимир Владимирович Путин что-то булькал с высокой трибуны о том, что необходимо поддерживать бизнес. Так будет с любым неугодным бизнесменом в России. А что такое закон в России? Давным-давно забыли. При Владимире Путине так было всегда, так есть и так будет с каждым. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ